Слушайте, у нас приехал трактор. И гребёт, и гребёт, и гребёт, и гребёт. Посмотрите, какие он тут нагрёб груды, всего. Хотя, знаете, на доме у нас объявление, что он должен был быть вчера. Ну, наверное, везде так происходит, да? Говорят, что вчера, а на самом деле сегодня. Так что вот, вчера он не пришёл, а сегодня приехал. И огребает. Сейчас камеру установлю. Ой, не знаю, установлю ли. Нет, у меня Нюша, вот как вот человек тут сидит, смотрит, да? Нюша, наблюдают за трактором. Как работает трактор? Нюша, интересно тебе? Нюш, слушайте, так он наблюдает. Тебе интересно, а? Как трактор ездит? Ой, такие кимораты. Тоже ведь любит смотреть-то. Ну, так слушайте, для котов это тоже развлекаловка. Посмотреть, что происходит в мире. Посмотрите, он у нас так хорошо тут разгребает. Правда, всё будет по сторонам разваливать, как я понимаю. Видите, куда? Прямо туда, внутрь двора. Фигась, загрёб. Фигась, ещё загрёб, в общем, туда, прямо в деревья. Работает по полной программе. Ну, слушай, он старается грести прямо аж до асфальта. Прямо до асфальта, видите? Вон, я сейчас вам увеличу. Вон там асфальт. Прямо до асфальта разгребает. Ну, слушайте, в прошлый год, в прошлый год у нас точно так же разгребли прямо до асфальта. И у нас вот этой каши-малаши во дворе вообще не было. Это было прекрасно. Потому что по один год, когда Эвилиша у меня ещё плохо-плохо ходила, вот эта каша-малаша, ни одно такси к нашему подъезду не подъезжало. И мне приходилось выносить её вот туда вот, на центральную улицу, в одежде, в зимней. Она уже тяжёлая, как этот. Видите, как разгребает. И поэтому, да-да, к нам во двор из-за этой каши-малаши не заезжали даже такси. Понятно, что они тут завязаны. Даже дело-то не в том, что там таксист виноват, что он не поехал. Дело в том, что он не мог сюда проехать. Он бы тут просто сел. И всё. Вот такие вот дела. Слушайте, я вам сейчас с другой стороны покажу. Вон, видите, какая дорога. Прям разгрёб, прям разгрёб. Ну, это, слушайте, это замечательно, это хорошо. Работает, работничек ездит. Ож. Он полностью туда. До асфальта. И прям по асфальту. Гребёт. Проскальзывает, но гребёт. Вот так вот работают трактора у нас. Во дворе. Обещанного, как говорится, три года ждут, но мы ждали один день. И свершилось чудо. Ну, вчера, значит, был занят. Работал, может быть, на другом участке. Может быть, не выполнил, да, весь фронт работ предыдущего участка. Поэтому я думаю, что и к нам пришёл чуть-чуть попозже. Идите полностью туда от дороги. И сюда поехал. И здесь сейчас заскребёт. Слушайте, ну это хорошо. Это очень хорошо. Тогда уже точно можно не бояться, что в нашем дворе кто-то застрянет. Это прекрасно. Будет чистота и порядок. Без каши, малаши. Гребёт. Сейчас, по-моему, развернёт. А, смотрите-ка, он даже тут хочет огрести. Тут дворники раньше расчищали вот эту всю вот площадку. Вот эту вот. Расчищали дворники. Ну, слушайте, столько было снегопада. Это просто не под силу человеку каждый раз очищать. И она вот очищала только вот эту вот часть. Вот здесь вот. Выход как бы из подъезда. А здесь уже, конечно, она ничего не очищала. Женщины работают дворниками. Им уже как бы... Мне кажется, даже некоторым за 50. Ну, представляете? Снег вот так вот. Потаскай-ка вот лопатами. Целыми днями, когда вот снегопады. Ведь от спины отстанешь. Ей-богу, отстанешь от спины. Тракторы, да, они ходили у нас здесь. Но тракторы были вот меньше, по-моему, этого трактора. И они проходили только вот так вот. Вокруг вот так двора. То есть заехали входы во двор. Вокруг двора и выезды. Все. Собственно говоря. Больше ничего они не делали. Видите, этот трактор разгреб тут все конкретно. Я думаю, что он долго будет грести. Потому что работы тут непочатый край. Будет грести, наверное, целый час. Сейчас он туда, видите, разворачивается, поедет. Здесь разгреб угол. Сейчас поедет, вот я думаю, что вот туда. В ту сторону двора. Ох, как хорошо-то гребет. Слушайте, хорошо гребет. Ну, нам не жалко, да, что до асфальта. Потому что асфальт-то у нас-то, знаете, какой? Такой. Еще положенный, наверное, времена царя Гороха. Когда еще дома эти строились. Я думаю, что дворовые дороги здесь не ремонтировались именно с тех самых времен. Да, предлагали, предлагали нам в прошлом году скинуться всем двором. Ну, вы представляете, что у нас тут во дворе-то? Раз, два, три, четыре, пять домов, может быть, да? И они еще и маленькие, малоэтажности. Людей-то сколько? Это сколько нас? Скидываться-то? Это по какой сумме-то нам надо скидываться? И почему мы должны скидываться? Дороги-то принадлежат какому бюджету-то? Муниципальному. Почему мы, собственники, я ничего не понимаю, должны скидываться на дороги во дворе? Вообще, один из подписчиков сказал мне, что вам надо в прокуратуру подавать. Что вроде как это вообще уже противозаконно. Потому что это все-таки территория администрации. Это она должна следить за дворовыми территориями и дворовыми дорогами. Ох, как поднимает. Хорошо поднимает. Как я хорошо тут, слушайте, встала. Я его даже засниму. Вообще, всю его работу на этом пятачке. Все-таки, ну, интересно. Как грибут, как работают у нас работники. Лома и лопаты. Я думаю, что он весь пятачок этот сейчас тут чух-чух-чух-чух-чух-чух раскидает во все стороны. Конечно, плохо, что снег не вывозят. Потому что он сейчас нагребет огромные-огромные тучи этого снега, горы. Ну, слава тебе Богу, у нас во дворе есть куда складировать снег. Потому что двор у нас большой. А есть ведь дворы, где вот, ну, буквально вот-вот и уже дом. Я не знаю даже куда там. Надо будет только толкать куда-то, да, на выезд из двора. Вот все уже поехало. Пятачок, видите, разгреб. Большую часть. Ну, сейчас, наверное, еще вот с этой вот стороны, вот тут вот. Вот здесь как раз вот. Вот это, наверное, зацепит место еще. Чтобы уж дворнику тут не грести. Хотя я помню, да, вот в прошлые годы, в прошлые годы, у них вообще было разгребено. А вот еще несколько лет назад вообще придомовую территорию разгребали мы, сами собственники. То есть я помню, что мы выходили, там раз в неделю было дежурство, и мы разгребали крыльцо нашего подъезда. Кому уж, как говорится, повезет. У кого вот снегопад идет всю неделю, и ты разгребаешь, да, а у кого-то всю неделю чистенько. Тут уж как, как Бог даст. Я помню, как-то, да, доставалось нам со Стасом гребли мы, что и снежок был такой приличный, и снега было прилично. Все, поехал туда дальше. Он еще хочет туда столкать. А куда вот он сталкивает, там у нас растут черемухи. В принципе, деревья он, мне кажется, и не повредит. Потому что черемуха, они сами по себе такие неприхотливые, они же еще разрастаются, как... Посадите-ка черемуху у себя во дворе или где-нибудь в огороде. Во-первых, она дает поросль. У нас вот есть красная черемуха, так слушайте. Было одно дерево, я вот этой поросли около нее вижу очень достаточно много. А это дерево старое, мы вообще давным-давно спилили, а эта поросль до сих пор лезет. Я ее убираю секатором, но нет-нет, но она все равно где-то вылезет. А черемухи уже нет, наверное, лет... Наверное, уже нет лет, слушайте, боюсь соврать. Лет пять уж нет, это точно. Но мне нравятся здесь во дворе эти деревья черемуховые. Это прекрасный вид из окна летом, потому что все зелено, все зелено и красиво. Это весной, это цветение черемухи, это вот такие белые клубы вот этой черемухи во дворе, и запах такой прекрасный. Это тоже очень приятно. Домой, конечно, я не беру эти веточки, потому что у меня от них болит голова. А вот погулять во дворе с весенним приятным ароматом черемухи, это просто замечательно. Вот видите, здесь фронт работы осуществил, поехал дальше. Сейчас вот доснимаю уж его до того угла, пока его видно. Полюбуемся еще на работу трактора. Ну, я надеюсь, что и тот... Ну, я думаю, что он все так пяточки разгребет, и вот так вот выгребет полностью наш двор. Слушайте, это замечательно. Это просто замечательно. Это значит, весной не будет здесь вот этого половодья. Конечно, вот когда машины стоят, сложнее там вот все это дело, производить очистку, да, дворовой территории, потому что машины все-таки мешаются. Но я говорю, что они сказали, что вчера, вчера они приедут. Поэтому многие автовладельцы машины из дворов убрали. А на самом деле они приехали сегодня. Естественно, сегодня кто-то уже машину оставил. Все, трактор, походу, уже уехал. Но он сейчас будет вот ту часть дороги, которая за этим домом, очищать. Я думаю, что пока выйдет сюда уже не скоро. Ну вот, кому понравилось такое видео, пиши, ставь лайк, подписывайся на канал. А у нас вот так во дворе чисто. Ну, наверное, всем пока и встретимся обязательно в другом ролике. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok